Доберитесь до лодки Картеза, используйте правый шифт и левый шифт. Охренеть, ребята. Охренеть. Мне кажется, эту серию следует назвать, этот мод станет легендарным или что-то в этом роде. Здравствуйте, друзья-товарищи. На этой неделе я выпускал видеоролик касательно небольшого проекта, который я крестил GTA Vice City Small Mission Pack. Но в оригинале он назывался что-то типа Mafia Takes Over, который вы прозвали Greenpeace Takes Over, исходя из заданий, которые у нас здесь будут. Напомню, если вы забыли, это, короче говоря, проект от создателя глобальной модификации GTA Second Wave. Я об этом упоминал в закрепленном комментарии под первой серией, надеюсь, вы прочитали. Сегодня мы продолжаем, а, скорее всего, заканчиваем уже проходить этот мод, потому что он достаточно короткий, но, тем не менее, постараемся зацепить как можно больше из того, что здесь имеется. Итак, клуб Малибу сейчас закрыт. Спасибо за то, что посетили его. Двенадцатая нычка найдена. Кстати, одиннадцатую я брал около банка, извините, что ее не показал. В общем, мне пришлось восстановить сейв, потому что я забыл сохраниться после первого эпизода, да и не думал то, что вы попросите продолжение. Поэтому за продолжение, друзья, не забывайте ставить лайк, также подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, ну и, соответственно, у нас с вами сегодня полицейский участок, и давайте смотреть, что там будет. Midnight Car Escape. И снова появляется тот самый парень, который уже обожрался пончиками. Мистер Версетти, очень рад вас видеть. У меня есть для вас очень важное задание, да, на этот раз. Секретный прототип полицейской машины был украден санглас... Бандой сангласос, короче. В общем-то, да, если ее обнародуют, то это будет очень плохо, поэтому мы не хотим, как бы, все силы на это дело бросать. Нужно все сделать по-тихому, чтобы никто ничего не понял. Наша единственная надежда, это такой профессионал, как вы. В общем, верните нам машину, пожалуйста. Они держат ее в северной части острова, поэтому вам нужно пройти туда незамеченным. Желаем удачи. А, нифига себе. Используйте лодку для того, чтобы добраться до захваченной студии. И, короче, миссия должна быть выполнена до того, как взойдет солнце. Кто-нибудь ставьте сюда шутку, что если бы эту миссию мы проходили за Ленса, то я бы вообще не понял, в какую сторону надо было бы бежать. Ну, а тем не менее, все-таки эта модификация действительно подразумевает собой как будто полноценную игру, да, согласны? И ее действительно очень интересно исследовать. Но, друзья, еще больше об играх и не только можно найти на канале Firewall. Регулярные, не особо частые, но все-таки довольно интересные и продолжительные видеоролики касательно игровой индустрии. Выполненные в достаточно интересной развлекательной манере, при этом с огромным и достаточно доскональным изучением того проекта, о котором идет речь в ролике. Самое главное, что время уделяется действительно классическим проектам, на которые, посмотрев более пристально, захочешь их даже перепройти. Но не забываем про достаточно культовые и трендовые вещи. Залетайте на канал Firewall по ссылочке в описании, будь в курсе свежих новостей, а также прекрасного игрового контента. Кстати, дам небольшой спойлер. Я проезжал мимо этой киностудии, и меня там изрешетили из М60, но я каким-то хреном выжил. Походу, это и есть тот самый сюжетный момент. Так, здесь надо было взять разгон, видимо. Мне, кстати, нравится то, что банда называется Sunglasses. Ну, типа, знаете, такая небольшая игра слов, типа. Так, и я, видимо, уже напортачил, да, потому что там надо было... Вообще ничего не вижу, народ. Я вообще нихрена не вижу. А куда двигаться, что делать? Ну да, потому что очевидно, что здесь сама киностудия будет закрыта. Короче, я жестко налажал уже с этой миссией, но надеюсь, сейчас как-то подисправлюсь. Подожди, а если я сделаю, допустим, вот так? Ага, вот у нас прикол. Там надо было просто с левой стороны обойти. Так, Томми прыгает. Хорошо. Итак, у нас ничего не видно, но у нас тут первый охранник, который, конечно же, ничего не подозревает и закрывает просто весь экран у нас. Найдите машину. Смотрите, есть, короче, шкала внимания, скажем так. Ее нельзя, типа, заполнять. Простите? А можно мне эту штуку убрать? Спасибо. Типа, стелсу как будто чуть-чуть корявый, может быть. О, боже мой. Да, он может быть как будто чуть-чуть корявый, но... А, здесь, видимо, короче, вытоптана дорожка. Именно автором модификаций. И тебе надо чисто ориентироваться на уровень шума, чтобы просто пройти до машины. Поняли? Ну, то есть, эти челы типа тебя видят, но я так понял, как будто это мало на что повлияет. Так, окей, это будет мой небольшой сейв. Так, я в любом случае... Подожди. Так я в любом случае сбежать-то не смогу. Еще, кстати, на радаре помечается, какой именно чувак что-то подозревает. Ну, короче, стелс-механика неплохая, типа. Только сейчас не облажаться бы на самом финале. Так, я нашел еще Кольт М1911. Не знаю, поможет он здесь или нет, но, типа... Это ведь не тачка, да? Да, это не тачка. И они, кстати, еще и слышат, походу, чуть-чуть меня. А фиг его знает. Чуваки, не душите, пожалуйста, слишком сильно, я прошу вас. Я уже прямо у машины. Я уже прямо у машины немножко. Все, кажется, с тачкой все в порядке. Тебе нужно найти способ отвлечь охранников перед тем, как сбежать. Возможно, где-нибудь найдется, короче, помощь в ангаре. Ну, подсказка в ангаре. Блин. То есть это все-таки фулл стелс-миссия, да? Ну, а что делать? Ну, я так понял, красные бочки, да? А, кажется, это выглядит подозрительным. Ну, блин, логично. Кто бы мог подумать. Значит, устроите небольшой фейерверк. Could be a good dev... Так. Так, а каким образом? Это будет неплохим фейерверком, но... А каким образом? Вот так надо сделать? Отлично. Ран! Окей. В машину, да? Ну, кажется, что-то их привлекло. Да кто бы мог подумать. Граната, блин, в ангаре взорвалась. Еще бы это их не привлекло, короче. Так, все. Залазим в машину. И на выход. Оу! Кажется, ворота закрыты. Ну, кто бы мог подумать. Ну, что если... Ага. Использовать этот грузовик как рампу. Хо-хо-хо-хо. Кажется, да, это будет великолепно. И у нас, кстати, до сих пор идет таймер, чтобы вы понимали до рассвета. Слушайте, мне не сильно нравится эта схема только по одной причине. Каждый раз, когда вот этот DIY происходит, то что, типа, ну, знаете, DIY трамплин, еще что-нибудь. Эм... Что-то вечно идет не так и что-то ломается. Ну, вот так вроде нормально должно быть. Так, окей. Рампу сделали. Челы, кстати, вообще не подозревают, чем мы тут занимаемся на заднем фоне. Но, видимо, это вообще не важно. И перепрыгиваем. Супер. Теперь верни эту машину в полицейский департамент Вайспоинта. А-хре-не-ть. Это было одно задание в игре, чтобы вы понимали. Одно задание в игре, ребята. Кстати, я могу сказать, что я подобного задания вообще не припоминаю в серии GTA, которая, ну, плюс-минус бы пародировала подобные. Именно из модификации даже. Да-да, хрен с ним, даже из оригинала, ну, кроме Сан-Андрески, да, там условный. Это... Окей, это заслуживало внимания. Здорово, мужик. Мистер Версетти. Город очень благодарен вам. А, так там тачка серая, кстати, была. Ну, короче, меня зовут Джорджио. Можем познакомиться. Позвоните мне, если что-нибудь понадобится. Удачи. Я думаю, он даст, типа, какую-то дополнительную фичу? Не знаю, может быть, он копов сможет скинуть? Без понятия. А, значит, костюм полицейского был доставлен в ваше убежище. Но, в принципе, на что другое я мог рассчитывать? Да, как я и говорил, и после каждого задания вы получаете огромное количество бонусов. То есть, после кубинцев мы получаем оружие. И два комплекта одежды. Подожди, но я выполнил, по идее, четыре задания, да? И что-то я, видимо, одно упустил в плане бонуса. Итак, около Кортеза в оригинале игры у нас есть еще одна буква С. Это у нас с вами будет пятое из семи, да, получается, в задании уже? Ну, давайте смотреть, собственно, Собре Эль Мар, видимо. Мистер Версети, рад, что вы, короче говоря, присоединились ко мне. Очень приятно, что в этот момент. В общем, мы хотим заниматься очень интересными вещами. Ага. Ну, и, короче, как обычно, нас проинформировали по поводу интересного груза, который прибывает, видимо, в аэропорт, да? Погода, кажется, начинает того... Нет, все-таки я неправильно перевел. Доберитесь до аэропорта. Да, то есть, получается, груз надо забрать, скорее всего. Окей. Погода, короче говоря, превратилась в шлак, потому что она сейчас на улице такая же в тот момент, когда я снимаю этот ролик. Меня пугает то, что эта погода, она будто предвещает какой-то сейчас GTA Titan Twice. Я серьезно. Потому что как будто для первой серии я отснял какие-то лайтовые обучающие задания, но сейчас должен начаться максимальный мрак. Так, ну, кажется, это уже напоминает какой-то Silent Hill, если честно. Ну, ладно, Кортес, короче, об этом упомянул, то, что погода сейчас будет в полной же, поэтому надо быть к этому готовым. Итак, один из ангаров, то, что нам здесь нужно. И есть М4. Я, кстати, не буду пока что вставать на маркер, вот теперь уже можно. Так. Ага, прибывает вертолет, видимо, с тем самым грузом. Кажется, они не видят, где нужно приземлиться. Постреляйте немного по ним, чтобы привлечь внимание. А? Подожди, а по ним или... Ну, типа, воздух, наверное, да, надо было это делать? Мужики, я здесь. Окей, это один из самых необычных способов, которые я видел в плане привлечения внимания в GTA в глобальных модификациях вообще. Жесть. Человек, который Second Wave делал. Какие у меня могут быть вопросы? А, ну, это Лэнс, конечно же. Привет. Немного туманно. Виктор не поверит, когда я ему об этом расскажу. Так, ладно, Томми залазит у нас внутрь и... Доберитесь до аэропорта. А, подожди. С аэропорта до аэропорта? Мне кажется, я действительно что-то неправильно перевел в плане задания. Ну, ладно, не суть. Сейчас все равно разберемся, что надо будет сделать. Они, типа, хотят сказать, что этот груз нелегальный для того, чтобы через аэропорт официально, да, его переносить? Ага. Значит, врата контролирует ФБР. Найдите другой способ. Ну, я, кстати, предположил бы то, что есть задний выход. Так, и сейчас здесь будет ЦРУ, да, или военные какие-нибудь. Эм, кажется, этот выход тоже заблокирован. Так, но в этот момент нам звонят по телефону. Мистер Версетти, это Кортес. Езжайте к северу аэропорта. Я оставил вам там лодку. Супер. У нас, кстати, появилось две метки на радаре почему-то. Метка типа оригинального задания и какая-то желтая. Здрасте. Эм, вау. Я, кстати, не знал то, что здесь аэропорт отрисован таким образом. Серьезно, я никогда вот в этот низ, так скажем, не попадал. Так. Доберитесь до лодки Кортеса. Используйте правый шифт и левый шифт для... А, подожди. Вот так? Вот так типа? Нет, не так. Подожди. Вот так. Охренеть, ребята. Охренеть. Охренеть. Я в шоке. Мне кажется, эту серию следует назвать. Этот мод станет легендарным или что-то в этом роде. Если я подобного в итоге не увижу даже в Биг Мишен Паке, который я сейчас прохожу на стримах каждое воскресенье, я просто умру. Не, я знал то, что в Ай-Сити можно плавать таким образом на поддоне, но типа подобным образом... Ладно, мне нечего здесь добавить. Это... Окей, это просто... Это просто легендарно сейчас было. Это просто сейчас было легендарно, народ. Ну и, собственно, Томми и Кортес... Окей. Томас, спасибо тебе за великолепную проделанную работу. Надеюсь, в будущем... Мы... Надеюсь, в будущих версиях мода мы с тобой увидимся еще, он говорит. Мне нравится еще больше, как автор ломает постоянно четвертую стену. И это абсолютно не кринжово выглядит. У меня есть стойкое ощущение, как будто это модификация GTA Lose and Twice. Помните, где была другая концовка от создателя Тайтанда всяких, да? Но как будто это ее расширенная версия. То есть вот эти ломания четвертых стен и действительно уникальные задания в глобальных модификациях на GTA, которые я не видел до этого. Это... Это шедевр. Это реальная легенда. Так, окей. Здесь у нас есть какие-то... Угу. Бочки. Допустим, открываем Leaf Links. И... Все. Типа здесь больше ничего нет. Чтобы вы понимали, зачем я это сейчас все сделал... О, у нас даже оружие сохраняется при входе в гольф-клуб. Смотрите, я это сделал по одной простой причине. Здесь у нас есть сюжетное задание. Да, у нас тут есть сюжетное задание. И... Со значком клуба Malibu. Который я сейчас и подберу. Э, у нас тут кто-то стреляет. Я не уверен, но по-моему здесь кто-то стрелял только что. А еще я обнаружил значок информации, который я давно не видел. Так. И у нас тут имеется... Разве здесь не прекрасный вид? Блин, как мне нравится это ломание просто четвертой стенки. Я вам серьезно. Ля, посветлело. 13 из 16 информационных пакетов пикапов найдено. Я хочу подобрать остальные пикапы, но я просто не знаю, где они находятся. Я клянусь вам, просто не знаю, где они находятся все. Во-во-во-во, вы слышите? А, я знаю, что это. 22.20 по местному времени. Это значит то, что время ночных погонь. То есть там постоянно... Помните, предупреждали в первой серии, что да, по ночам можно будет принять участие в погоне. Тебе нужна гольф-тачка, чтобы стартануть эту миссию. Little Game of Golf. Соберите все чекпоинты. Удачи. И у нас, кстати, нет времени. То есть я думаю, это будет немножко душно. Но с другой стороны, может таймер запустится, когда я первую подберу. А может и нет. Блин, меня напрягает вот эта ночная погоня, которая там сейчас присутствует. Короче говоря, друзья мои, это шестое задание. Но мне кажется, почему-то это будет не финальный... Это будет не финальный эпизод прохождения этого мода. Мне кажется, его надо будет проходить за три части. Потому что здесь есть еще что исследовать. Я сегодня просто выпал. Я увидел столько всего. Мне кажется, это действительно один из самых легендарных модов, который появился в истории GTA Vice City. Даже в принципе может быть в серии GTA. Но типа это что-то на уровне тайтендов. Только оно не сильно усложняет прохождение. Но именно кастомных эффектов здесь офигеть как много. Притом, кстати, испытание-то вроде нормальное. Мне, кстати, дали подсказку по поводу той миссии, где я чекпоинты собирал. Вернее, грузы. Мне там подсказали то, что, да, был отрисован небольшой проливчик. Около которого я пикап вот этот, да, информационный подобрал. Потом надо будет в третьей финальной серии, когда допы буду тестировать, обязательно туда зайти. Так, здорово. Кстати, я не знаю, сколько здесь есть чекпоинтов, но, тем не менее, задание вроде не такое напряжное. Но, тем не менее, да, тачка может перевернуться. Хотя, по-моему, гольф-машина, она все равно потом встанет на четыре колеса. Но и также нас постоянно учат ходить по краю. И вот эта растительность, она действительно мешается. Так, собираем еще один пикап. Здесь у нас... Окей, это у нас болельщик, короче. Болельщик чистого колобочек стоит. Там вроде какая-то надпись была или мне показалось. Я не успел ее прочитать. Я в это время в окно посмотрел. Так, ладно, неважно. Поехали далее. Это был, к сожалению, только единственный болельщик. Да, больше здесь я ничего не видел. Ну, такое промежуточное задание, но оно само подмечено как основное. Может быть, после него дадут какую-то награду интересную. Сейчас, по крайней мере, это все дотестируем здесь. Самое главное, надеюсь, та надпись миссии с Кортезом. Она была пророческой и появится продолжение этого мода. То есть, явно из вот этой демо-версии на 7 миссий что-то действительно появится крутое. Поэтому, ребята, еще раз напомню, ссылку на мод я оставлю в описании. Если вам будет несложно поддержать автора, ну, комментарием, там, еще что-нибудь, просто скачиванием, я думаю, ему будет приятно потом позаниматься еще этой модификацией. Так, мы с вами перемещаемся в другую сторону от гольф-клуба теперь. Это примерно то самое место, где была сюжетная миссия 4 Iron. Не могу сказать то, что отметки стали труднее, но, по крайней мере, пока все идет хорошо. А, вот и последняя, кстати. О, последняя, это у нас с вами финишный трамплин. И подобрали, супер. И сбили одну из болельщиц. Новый рекорд. 3 минуты, 25 секунд был поставлен только что. Костюм Country Club был добавлен в ваш сейф-хаус. Слушайте, наверное, на этом все-таки вторую серию по этой модификации следует закончить. У нас впереди осталась финальная миссия, плюс у нас есть некоторые побочки, на которые стоит посмотреть в мире этой игры. А также, если получится, я попробую найти оставшиеся 3 пикапа и показать вам, что будет, если их все взять. Опять ночная погоня. Ля, ты посмотри, они чисто бешеные здесь все. А еще вместо кометы припаркован теперь Санчес. Ну, короче, друзья мои, на этом пока что, наверное, все. Это действительно... Ух, я не знаю, я дифирамбы просто готов петь. Но это одна из лучших модификаций, хоть и короткая, которую я проходил. Тем более, еще я осознаваю, что это сделал наш человек. То есть, именно не зарубежная модификация. С вами был Спектр. Под эту прекрасную ночную погоню я, да, предлагаю пока что сделать небольшую остановочку. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик до конца. В конечных доставках посмотрите другие видосы, которые появятся. Ну и играйте в хорошие игры, играйте с хорошими модами. Думаю, будет еще третий финальный эпизод по данной модификации. Поэтому ожидайте, скоро появится. Всем удачи, не болейте, услышимся, пока-пока.